Это такая, в общем-то, цвет, тренерский цвет. А также есть очень хорошая новость. 17-го числа февраля у Дмитрия Бивола родился второй сын. Так что меньше недели назад. Много чего успел, да, за свои... К первому раунду гонг. Бой начался. Дмитрия Бивола в предыдущем бою была травмирована рука. Он весь этот промежуток времени восстанавливался. Предыдущий бой у него... ...2016-го года. Так что они примерно одинаковое время не боксировали. И вот сейчас только вопрос беречь их. Главное, чтобы не было рецидива повторной травмы. Хорошо. И действительно отдавать такой. И по-хорошему Дмитрий Бивол должен с ним разбираться вполне уверенно. Мы уже перечислили сильные стороны Дмитрия. Да, великолепная техника. Великолепное движение у этого парня. Хороший удар. Хорошо встретил. А сейчас вы видели, как жестко он встретил соперника. Ну, еще раз скажу. Уже два терминга. Ничего сложного в этом нет. Но там хорошие спарринг-картнеры. Там хорошие условия. Я понимаю, что и здесь, в Санкт-Петербурге, ему тоже созданы, в общем-то, условия. На высшем уровне заменим. Ну и, говоря о планах на 2017 год, Дмитрий отмечал, что его промоутер готов ему эти четыре боя предоставить. Получится или нет? Где они будут? Ну, а промоутер у него все-таки... Да, и Дмитрий сам, кстати, отмечал, что хочет роста оппозиции, хочет более серьезных соперников. Хорошо сейчас вот. Надо прочувствовать соперника, поднять. Вот вы видите, точен экономен, но при этом точен российский боксер. Пока не очень форсирует события. Ну, так оброметчиво, авантюрно бросился вперед. Это его особенность, кстати, он практически всегда идет поединка. Дмитрий его продавливает. Я же не продавливаю, он просто намного точнее. Почти 100%. Очень экономно действует Дмитрий, при этом очень точно. Еще один правый прямой, точно в цель, чтобы три удара наносил, а он все время одним действует. Дмитрий его выходить, но променчиво достаточно. Ну, чтобы нанести три удара, нужна дистанция, нужно падать. А как это сделать, вот в чем вопрос. Да, тут... С Биолом Берридж очень коряво действует. То есть так. Биолом Берридж очень коряво действует. Кто-то скажет, что Биол работает экономно, а я скажу, одно из главных его качеств. Да, здесь смысла тратить силы нету. Тем более, боксер это позволяет. При этом, что интересно, у Биола, у него не ставится выше зрелищности. Он при всей своей рациональности, вот этой экономной работе, остается зрелищным боксером. Боксер сидит, слушает, кивает, а тут... Этот тренер плохого не посоветует. Сдвоенный джеб. Хорошо в разрез между рук Биола. Один из самых сложных был, да? Посильнее, чем вот этот сегодняшний, уверяю вас. Да, это был первый соперник, который продержался всю дисталант. Тогда несколько раз побывал в нокдаунах постоянно. И для Дмитрия было такое серьезное действительно испытание. Ты зацепил Берридж. Первый бой, когда, еще раз скажу, соперник был очень достойный. И явно прибыл в Москву не отбывать номер. Не хотел он так просто отдавать этот пояс. Не закончится досрочно, но, как сказал уже Роман... Ух ты, хорошо на встречу провалил. Еще раз добавил. Заставил Берриджу, все-таки, да. Да, да, он будет отсчитывать референд. И давит, продолжает прессинг в бивол. Да, надо развивать этот успех. Еще хороший попадается. Еще, да, хороший джеб зашел. Роман, но риск у предположить, что это раз... Все-таки, то есть, Берридж, да. Берридж хороший середняк, крепкий боец, но не по уровню бивол. Держится на морально выливых. Да, то есть, руки разлетаются. Защита нет. Конечно, не дожмет, но концовка однозначно забила. Нашумел. Ну, не надо было, конечно, второй удар наносить. Соперник встал. Ну, что, сознательно, мне кажется. Ну, уже просто подкрой стоит дальше. Четвертый раунд. Может стать последним в этом бою. Ну, посмотрим. Еще один, Сериджа. Еще двойка зашла. Продолжает работать бивол. Ни одного попадания, посмотрите. Куда-то выбрасывает туда. Да нет, но абсолютно... С полка такая, скидуха у него. Вы смотрите, кто левый, кто правый угол сбоку. Все время защита. Очередной нокдаун. Оперирует, что бивол головой ударил. Вызывают рача рефери. Я удара головой не заметил. Да нет, это был наград. И мы с этой победой его поздравляем. Ждем дальнейших ярких. Субтитры сделал DimaTorzok